всем здорово сегодня воскресенье я приехал поработать чуть-чуть намазал машину проявкой черной и двери намазал проявкой сейчас померяем разницу температуры там где не намазана проявкой допустим оттуда 45 аж самому просто интересно черная должна греться больше и 55 вроде бы немного 10 градусов но при такой вот разнице в температуре тут сохнет лучше по поводу крыла вчера еще посмотрели вот этот надрыв который был на эпоксиде он очень сильно рисанулся на этом на наполнителе сейчас это все просохнет и я наверное это крыло перетру еще раз именно вот эту часть грунта ну заодно проверю форму и ну что-то мне там не нравится честно скажу про вообще не нравится перегрузил эпоксид надо было тоньше хотел сделать как лучше получилось как обычно давайте дверки дверки погреем померяем чего не то греется 58 градусов вот так и так и греемся так задача задача сейчас снять вот эти двери раз потрошить крыло подкрылок открутить крыло чтобы можно было смерть здесь надо поработать вот видно ржавчина как я говорил работать будем до клея и красить и работать поэтому туда главное туда не влезть крылышко у нас запечаленная также как и с той стороны аж до сих пор поэтому краситься переход аж до сих пор будем потом надо вот это вот все будет обработать я наверное отклеить скотчем после того как покрашусь добьюсь скотчем и здесь все замажу гермитосом черным я посоветую с клиентом я думаю будет не против потому что здесь лупашек камнями и от того что я тут покрашу хватит этого ровно на полгода год и она опять побьет камнями с торцов полезет гнить это надо сделать аж аж наперед вот туда чуть-чуть недоработка такая volkswagen с тем учетом что он гниет поэтому доделаем мы купил машину новую возьми доделай и на заводе там халтури так двери снимаются у нас легко откручивается вот это снимается пробка черная и откручивается и 8 головкой выкручивается штифт и дверь как бы снимается ну понятно стопор двери надо открутить и розетку и тогда у нас будет полный доступ в проемы вот тоже беда резиночкой поднатерла и и все снял двери тихонечко этот машинка разработался тут все принципе предсказуемо неплохо здесь ржавчина то есть она не была сильной все убралось вообще чувствую здесь расчистилась все под грунт без проблем крылышко тут царапка была под ней точка была хотя хотел него тут грунт он закончить уже закончу тут как бы не хватило места вообще на крылья разойтись ну чтобы этого видно не было в процессе еще будем корректировать там почистил почистил и началось хотели уйти до гермитоса до клея он отрывается под клеем ржавчина очагами уходит туда сейчас буду носик пока что снимать от клея разрабатывать чтобы загрунтоваться но клей по крайней мере носик само собой будет вообще перекладываться возможно переложится весь клей это еще надо будет посмотреть то есть мы на это не рассчитывали нет не было такого расчета что суда подклеить придется уходить но разрабатываем смотрим что получается заготовил порог пришлось и тут клей расчистить тоже рыжик уходил один то есть клей однозначно будем верхний слой обновлять без этого никак сейчас вот это чуть-чуть выстучу потому что шишка думалишь не трогать клей поэтому сказал клиент не надо но клей трогаю поэтому застучу эту штуку хоть она не будет так сильно выпирать здесь все надо только оклеится можно грунтоваться а по этой стороне я специально на солнце так оставил сейчас берем 240 на руб баночек и подчухиваем эту полянку смотрим что с ней получается забыл сейчас кантик отобью сразу скотчем чтобы можно было дотереться до скотча сейчас возьму 150 чуть-чуть подчухаю тут где вот эти вот срывчики посмотрю пробиваются они насквозь или нет это же 240 долго терять просто ну 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 я протер до дырки списать во-первых крово заодно выровнял и до дырки протер но эпоксид высох то есть эпоксид не смотри у него даже сход хороший в том месте где его потянуло этот растворитель в этом грунте его просто начал сжавлить я вообще составлю так пусть он высохнет еще часа два я просто перебью риску и прогрунтую стану как раз пока понял подготовить подклеить на пороге я сегодня хочу клея нести загрунтоваться потом клея нести ну пока так пуарки что у нас имеется пуарки все нормально остается чистая шагринька на торце все хорошо ладно пусть сохнет так оклеено все обезжирено грунтовать буду только необходимо вот эту зону перебил на бруске 240 и прошел на машинке 240 и тут кусочек 320 там где распыл идет форма хорошая ну может знаете может даже оно и к лучшему что так получилось я еще раз перегрунтуюсь то есть я перепроверил форму и теперь дам еще слои чисто на перетирку а здесь у нас что значит все оклеено пока что работаем только с зонами где металл сильно не распыляясь тут как бы грунтовать ничего не нужно клеем будем работать отдельно перемешал сейчас вот такой на пробу взял юри финиш кислотник херачил его об стену думал там шарик залип пять минут тряс нет шарика в баллоне нету как ни странно обрабатываем сейчас открытый металл голый посмотрим заодно что он у себя представляет ух ты он что прозрачный что ли ну да выходит что так так что это у нас растум вандлер что за раз конвертер короче мне Ваня привез его как как кислотник сказал попробуешь оценишь как он тебе понравится или нет странно он вообще прозрачный полностью я такого еще не видел саня ты видел прозрачный кислотник вообще прозрачный я его пшикаю как этот так это какой то вторая святая мазь только в распыляемом виде открыл я просто чтобы не задал бот ивана открыл первый попавшийся сайт наш с нашими ценами то есть он и недорогой даже получается преобразователь ржавчина и эпоксидный грунт одновременно ржавчина преобразуется в черно-серозащитный слой который может быть окрашен однокомпонентными красками ну само собой 2к материал он может быть покрыт по любому ну гляньте вот что превратился в металл он посинел как-то фиолетовым отливом стал а тут где была коррозия она хоть и вычищенная сидела но блин он реально вообще какой то это у меня такой этот преобразователь ржавчины так это же видишь как указано это преобразователь ржавчины но а нет у него там описание что его вытереть там нет ничего такого нет ну хотя если он пишет ну как бы да окрашен может быть короче оставляем ему посохнуть у него там что-то со временем по сушке должно пройти 20-30 минут а у него на баллоне написано да я сейчас пройду еще допылю я тут тоже пшит а у него получается два слоя ух нифига себе он 40-50 микрон дает офигеть 10-15 минут мокрый по мокрому на полное высыхание полчаса при 20 иду допыляю там четко видно где не допылил она тут открасим я вот тут снизу не допылил видно и торец торец вот тут ларь не хочется что же сильно переливать когда он там не нужен сорок пятьдесят микрон сорок пятьдесят микрон офигеть короче это такое знаете на свой страх арикс эксперимент на клеенском автомобиле я понимаю что ничего плохого не будет но офигеть Фигеть, понимаете, что он творит? Оно фиолетовым покрывается. Тихо-тихо, я не тыкай, там резина. Я пшикнул тут. Там он вообще не побелел. Ну, я без понятия. Значит, там ничего не это. Не окисляется. Не, вон он пошел, пошел. То есть, надо толще слой просто давать. Тогда он покрывается какой-то жижей такой. Ох и муть. Так, ладно. Пока оставляем, пусть сохнет. Я на всякий случай все-таки сейчас позвоню. И ладно, проконсультируюсь. А нету там ничего, он без шарика. Прикольная штуковина. Она превратилась в такое, что даже не царапается на ноготь. То есть, вообще не царапается. Прошло минут где-то около 20. Сейчас жарко, больше тридцатки. Ну что, берем теперь, грунтуем. Так что, нам нужно все равно грунтовать. Грунт тот же, что и вчера грунтовался. Светло-серый. Факел почти в точечку. Ну, вот такой. Подача небольшая. Стараемся не вылазить за необходимые нам границы. Тут ничего не надо исподлевать. Это хорошо. Так, и камеру надо выложить. Надо крыло-то двенечку. Там есть. Теперь идем сюда. Ну, тут я так, пшикнул просто залетал. Тут подачу чуть-чуть больше. И поехал дальше. Есть! Сушка, еще два таких же слоя сюда. Ну и то же самое там два раза. И все. Кстати, что еще хотел сказать. Закончилась у меня пленка кьюри финиш. Я себе заказал другую по холоду. По цене они, по-моему, одинаковые. Но по холоду, что мне больше понравилось? Она, во-первых, равномерно центр размечен. Потому что по кьюри финишу разматываешь, вот так прихватываешь ее центр. И в итоге на одну сторону чуть длиннее пленка, на другую чуть короче. Вот это меня раздражало. Это одинаковое. Ее полностью хватило, чтобы накрылись колеса. Колеса тут, колеса тут. У кьюри финиша не хватало чуть-чуть на колеса. Я понимаю, что есть там разных ширин, разных толщин. Но в одинаковой цене у холода получается получше штуковина. Что они тут пишут? Рекомендуемая продукция бумага, скотч, точнее, решики и держатель. Держатель – это тема. Блин, ну, сука, дорогие, почему-то, не знаю. Надо как-то будет выделить бабки, купить их. Грунтец уже схватывается. Ждем полного умотовения. Работаем дальше. Закончили упражнение. Все уже высохло у меня. Прошло часа два после грунтования. Форма теперь точно хорошая, потому что я ее проверил. Навалил повторно. Теперь ее повторить будет уж точно без проблем. По остроте. Ну, в принципе, кант очень будет похож. Прям очень-очень будет похож. По остроте ребра, да, все хорошо. Единственное, что в нижней части будет не полностью… Вот этот сапожок неполноценно будет соответствовать вот тому сапожку. Потому что его там просто не было. А, блин, я его тут навалил. Ну, короче, тут вот эта часть выше, гораздо у порога, сюда выходит дальше. А та уваленная вовнутрь, не дотянутая. И уже олован там навалить, но не получалось никак. Поэтому я ее так логически как бы завершил до вот этого момента, да, поворотик. А ниже сделал уже как, чтобы хотя бы форма была в правильном направлении. По дверям. Двери готовы. Двери высохли. Завтра расклеюсь. Буду заниматься дверями от крас. Бампер от крас. И по возможности на пороге обязательно нужно положить клей. Положить клей в проем сюда. Вот сюда. То есть заклеить вот эту вот дырку. Может быть ее еще чуть-чуть разогнуть, разрихтовать. Она, по идее, пойдет. И положить туда клей. Загрунтовать там все. Ну, красить. Как бы не в суть обязательно там красить. Вот такой шуковерский до самых-самых. Но обработать нужно обязательно. Короче, завтра покраска. Этого, вот этого, вот этого. И поработаем с кузом. Сегодня вообще воскресенье. Как бы, по идее, нужно было бы отдохнуть. Но надо работать. Надо, надо. Скоро зима. До зимы еще надо очень много всего сделать. Поэтому надо фигачить. Всем пока. Фигачьте мощно. Субтитры сделал DimaTorzok